Добрый вечер, дорогие друзья! Оцените, пожалуйста, по 10-ти бальной шкале, как меня видно и слышно. Если все нормально, то ставим десяточку. Итак, меня видно, слышно вообще, люди. Все отлично, реакции есть, значит, все хорошо. Итак, начинаем, время уже 20.00. Меня зовут Любовь Хованская, менеджер проекта BMD21, менеджер уровня выплат 12%. О чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня поговорим о лидерстве, поскольку любой бизнес предполагает развитие лидерства, и любой бизнес предполагает формирование качеств лидерства. И вообще, лидерство – понятие очень большое. Мы сегодня поговорим о том лидерстве, которое необходимо на начальном этапе, чтобы успешно развиваться. Вот скажите, пожалуйста, кто пришел в наш бизнес, в наш проект за деньгами? Плюсики поставьте, кто пришел за деньгами. Я всегда честно говорю, да, я пришла зарабатывать, мне интересны деньги, мне интересны возможности дохода в этом проекте, в том числе с компанией Reflame, поэтому я пришла за деньгами. Но есть такой момент, что невозможно зарабатывать большие деньги, если мы не знаем, на что мы их потратим. Так ведь? Невозможно зарабатывать большие деньги, имея мозги того человека, который был до проекта. То есть обязательно нужно развиваться. Если мы берем карьерную лестницу Reflame, наверняка вы ее знаете, видели, то всю карьерную лестницу можно разбить на несколько ступенек основных. То есть самая первая ступенька – это вот начало, да, видите, голубенькое. Это уровень консультанта, менеджера, старшего менеджера. Это процесс обучения. Это как раз тот процесс, в котором формируются самые первые лидерские качества, поскольку работаем мы с командами, работаем мы с людьми, поэтому лидерские качества здесь и формируются. Когда вы становитесь директорами, у вас уже другие лидерские качества должны сформироваться. На уровне золотых, сапфировых и так далее директоров другие лидерские качества. То есть чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем больше разных навыков должно быть у вас как у лидера. И если мы рассмотрим карьерную лестницу с лидерской лестницей, то она как бы прямо пропорциональна. Рост по карьерной лестнице Reflame – это лидерский путь. Так, смотрим, да. Это естественный рост. Это то, что должно быть само собой автоматически получается, да. Смотрите, первая ступенька – это лидер для себя. Это вот как раз уровень консультанта и менеджера. Дальше, следующий – это лидер для другого. Как только у вас появляются люди, вы становитесь лидером для другого, когда в вашей команде появляются новые люди. Следующий – это лидер для команды. Следующий – лидер для организации, да. Следующий этап – это лидер для лидеров, когда у вас уже появляются директора в команде. Лидер для сети, когда у вас не один, а несколько, много директоров. Ну и лидер для мира MLM – это когда вы становитесь большим лидером с большим количеством лидеров в команде. Понимаете? И невозможно перескочить на третью, четвертую, пятую ступеньку, да, на седьмую ступеньку, если вы не прошли первую ступеньку. Самая первая ступенька – это лидер для себя. Это то, что необходимо научиться делать на самом начальном этапе, как только вы приходите в наш проект, в нашу команду. Итак, давайте посмотрим, да, какие же необходимые навыки необходимы, чтобы развить себя как лидера. Итак, вот представьте, да, вот такое колесо, колесо навыков, скажем так, да, это как раз те навыки, которые необходимо развивать для успешного развития в нашем проекте. Да и не только в нашем проекте, понимаете, это колесо навыков для успешного развития в любом бизнесе. В крупных компаниях вот это колесо дают любым менеджерам, да, любому звену. Единственное, что оси могут быть разные, да, если у нас, например, навык работы с каталогом и волны, то там могут быть другие навыки. Но вот это навык, колесо навыков, оно дается обязательно, вот. Потому что для успешного развития и для формирования лидерства это нужно знать. Давайте посмотрим, какие навыки нужно развивать в себе, чтобы стать лидером для себя в первую очередь, да. То есть у нас самая первая ступенька – это лидер для себя. Навык приглашения людей, навык проведения встреч, навык работы с каталогом, навык велнос, навык самообразования, навык работы в команде, навык позитивного мышления, анализа и навык постановки цели. Вот эти 8 навыков необходимы. Разберем каждый подробнее. Итак, навык приглашения. Мы все говорим о функционале, да, функциональной обязанности. Мы все говорим, что выполняя функциональные обязанности, мы обязательно добьемся результата. Вот одними из самых первых функциональных обязанностей является это формирование команды, приглашение новых партнеров в команду. Навык приглашения. Вот понимаете, чем отличается один раз пригласил от навыка. Вот навык – это когда ты много раз пригласил, и ты умеешь это делать. То есть ты научился это делать. Навык – это то, что ты делаешь автоматически. Вот зубы чистим – это навык. Так ведь, да? То есть мы делаем это на автомате, даже не задумываясь. Вот. Волосы расчесываем – это навык. А маленькому ребенку дай расческу. Сразу получится расчесаться? Нет. Зубы чистить сразу получится? Нет. Дальше. Ложкой едим. Навык – навык. Вы когда-то не умели есть ложкой, а теперь умеете. Потому что то, что вы много-много раз проделали, превратилось в привычку. Да, вы это делаете легко, не задумываясь. Вот это навык. Соответственно, любое действие нужно превращать, доводить до навыка. Понимаете, людей… Вот если говорить о навыке приглашения, то всегда нужно иметь в виду, всегда нужно четко понимать, что людей в мире очень много. И что в людей, которые хотят зарабатывать, которые хотят путешествовать, изменить свою жизнь, их тоже очень много. И много людей, которые хотят изменить свою жизнь и готовы ради этого работать. Много работать, да, делать. Вот. Поэтому здесь идет такой принцип. Чем больше информации мы даем, тем больше вам возвращается. Чем больше вы отправляете информации вовне, да, тем больше… Это называется исходящий поток. То есть чем больше людей от вас узнает информацию, тем больше будет входящий, тем больше будет регистрации, тем больше будет новых партнеров. То есть, понимаете, это как… Ну вот как солнце, да, отправляет свой там свет. То есть оно же не сразу возвращается до него обратно. От солнца ушел свет, он там тысячи лет идет до земли, потом от чего-то отразилось, идет обратно. То же самое и здесь. Когда много-много приглашаем, получается, возвращается это вам большим количеством регистраций. Как научиться много приглашать? У нас есть специальные вебинары. Пожалуйста, приходите, узнавайте, слушайте, спрашивайте у своих наставников. Дальше. Научиться каждый день делать одну регистрацию и более. Для этого разные методики есть. У всех свои методики, да, кто-то на холодном рынке с незнакомыми работает, кто-то только знакомых приглашает, кто-то через объявление, кто-то через контакт, кто-то через фейсбук, по-разному. Найдите тот метод, который работает, и работайте им. Любой метод работает, если им работать. По любому методу люди приходят, если по нему приглашать. Вот. И вот, да, видите, такое предложение прям. В приглашении важно, какое количество людей услышали ваше предложение. Это исходящий поток. Чем большее количество людей услышали ваше предложение, тем большее количество людей придут к вам со временем с регистрациями, с новыми партнерами. Здесь количество постепенно переводится в качество. Вот знаете, когда дети в школе учатся решать, вот бывают иногда такие темы, которые детям не сразу даются, да, тяжело даются. И вот в таких случаях я делаю таким образом. Я просто беру эту тему и тупо, например, да, какие-то сложные уравнения, допустим, прорешиваю несколько дней подряд. Сегодня уравнение, завтра уравнение, послезавтра уравнение. И вот каждый день по несколько человек говорят, ой, я понял как, ой, я понял теперь, как это решать. То же самое и здесь. Когда мы много-много-много-много-много раз делаем, мы начинаем понимать, как это делать и для чего это делать. Поэтому в навыке приглашения очень важно количество. Идем дальше. Навык проведения встреч. Чем быстрее вы научитесь самостоятельно проводить встречи, тем быстрее вы будете развиваться, потому что вы будете независимо от своего наставника, да. Вы не будете сидеть ждать, когда ваш наставник вам, допустим, позвонит, может быть, или вашему человеку. Но это вот, понимаете, это в какой-то степени, может быть, страх у кого-то такой есть, да, что позвонить незнакомому, там, объяснить даже знакомому. Но если это перебороть, если это сделать один раз, вы не представляете, какой кайф вы испытаете. Поэтому сделайте это. То есть пересильте себя и сделайте, позвоните, да, пересильте себя, на скайф пригласите. Каждая ваша следующая встреча будет лучше, чем предыдущая. Каждая десятая встреча будет лучше, чем первая. Каждая пятидесятая встреча будет лучше, чем десятая. Чем больше мы делаем, тем лучше у нас получается. Вот. Берите быстрее на себя ответственность в том плане, что берите вебинары. Берите вебинары, проводите их, не стесняйтесь. То есть чем чаще и больше вы проводите вебинары, тем увереннее вы сами становитесь. Это я проверила на себе, поэтому это могу вот стопроцентно сказать. Как научиться вообще проводить вебинары, встречи и так далее? Ну, во-первых, есть аудиозаписи. Очень много видеозаписей, да, и мы их часто выкладываем. Есть ютуб-каналы и наставников. Подпишитесь и смотрите, изучайте. Вот. И презентации, да, уже успешный старт, это вот, знаете, это как отче наш. То есть презентация, возможности проекта, возможности бизнеса, успешный старт, они по-разному называются. Это отче наш, это то, что нужно знать. И результатом проведения встречи обычно является либо новый партнер, либо новый клиент. И все. То есть мы об этом говорили на вебинарах по приглашению, да, мы можем пересмотреть записи, и на этой неделе тоже будут вебинары по приглашению. Можете зайти, ну, как бы заходите, смотрите, изучайте. Следующий вебинар. Навык работы с каталогом. Задача, это один из функционалов, да, задача научиться делать личный товарооборот 150 баллов и более. 150 баллов, это заказ примерно на 6000 рублей. Как мы это делаем? Ну, во-первых, мы сами меняем свой магазин за углом, да, на свой интернет-магазин. То есть делаем покупки в своем интернет-магазине, мы берем по оптовым ценам со скидками, и нам еще и за это проценты платят. Дальше. Когда мы своим знакомым, друзьям, родственникам предлагаем возможности бизнеса, не все люди сразу приходят. Кто-то из них говорит, нет, мне пока это не надо. Хорошо, ты будешь моим клиентом. Можно я тебе каталог буду показывать? Окей. И каждый каталог, каждые три недели показывает новый каталог. Даже если человек не сделал заказ, показывайте ему каталог. Второй раз покажите, в третий раз, четвертый раз он точно сделает заказ. Я на себе это проверила, поэтому могу точно сказать, что мы людей, которые нам отказали, превращаем в клиентов и держим с ними связь всегда. Дальше. Изучайте информацию о продукции. То есть для того, чтобы успешно работать с продукцией, с каталогом, изучайте информацию. Есть у нас на сайте очень много информации. Есть бумажное руководство по применению продукции. То есть это нужно просто изучить, посмотреть. Вот руководство по применению продукции. Здесь очень много всего интересного, очень много информации о разных продуктах. И это нужно просто взять себе и держать как настольную книгу. Дальше. Изучите, посмотрите пробники. И по возможности изучайте, как научиться активно и эффективно работать с каталогом. Посмотрите видео с дописи и так далее. Следующее. Это навык работы с wellness. Вообще, если берем всю продукцию мировую, которая продается методом сетевого маркетинга, то продукты здорового питания, они входят в тройку лидеров, которые являются самыми продаваемыми в сетевом бизнесе. То есть косметическая продукция wellness – это самые продаваемые. Поэтому это нужно знать. Вот за продукцией wellness находится будущее. То есть вот сейчас, если мы научимся работать с wellness, вы сами себя на много лет вперед поставите, скажем так, на высоту. Потому что это то, что востребовано сейчас и будет востребовано в ближайшее время. Итак, во-первых, самому быть пользователем продукции wellness. Витамины, коктейли, выберите, что вам удобнее. Дальше. Иметь в каталоге wellness и смотреть, показывать своим друзьям, знакомым. Есть у нас альманахи wellness истории. То есть истории реальных людей, которые при помощи wellness стали здоровее или еще что-то. То есть есть и в электронном виде тоже. Пройти обучающие школы по wellness, смотреть вебинары, слушать их и так далее. То есть с wellness нужно научиться работать. Это очень выгодный продукт для лидера, для формирования команды, для формирования своего бизнеса. Поэтому об этом это нужно изучать и это нужно использовать. Идем дальше. Самообразование. Мы говорим, что один из функционалов это самообразование. Изучение книг, аудио, книг, видео. Это то, что должно быть обязательно в расписании любого человека. Уж лидера это обязательно должно быть. Дальше. Подписаться на YouTube каналы наставников и смотреть те видео, которые они выкладывают. Посещать мероприятия по возможности, оффлайн мероприятия, которые проводятся. Поэтому если вы будете везде, то вы будете знать, во-первых, очень много. И вы будете понимать, к чему идет компания, куда идут лидеры, как двигаются лидеры и так далее. И вот такое правило. Хочешь расти, посещай все. И события меняют мышление. Если вы хотите расти, посещайте все. Если вам кажется, что вы тот или иной вебинар видели 100 миллионов раз, посмотрите его в 100 миллион первый раз. Если вы вам кажется... Знаете почему? Потому что иногда бывает даже новичок говорит такие интересные слова, вещи, да. То, что мы уже не говорим, допустим. Да, вот я 100 миллионов раз видела, а 100 раз сама провела. И кажется, что все знаем. Нет. На самом деле мы всегда смотрим, слушаем друг друга с позиции обучения. Не с позиции, а что мне нравится, не нравится. А с позиции, что я еще могу взять в свою работу. Как я еще могу по-другому рассказывать. Да, что я еще могу интересное включить в свое объяснение. Вот. Поэтому это нужно взять себе за правило посещать все вебинары. Ну и есть такое правило, да, оно действует 100%. Твои партнеры будут тебя повторять. То есть все, что вы делаете, будут делать ваши партнеры. Но тут есть такой нюанс. Все хорошее они будут повторять на 50%. А все, что не очень, да, где-то недоделанное на 200%. Ну вот такая вот психологическая штучка. Поэтому если хотите, чтобы ваши партнеры делали все хорошо, сами стараемся делать все хорошо. Следующий навык – это навык работы в команде. Мы все являемся частью команды наших наставников, да. Каждый из нас является частью команды вышестоящего лидера. Поэтому быть 100% участником и партнером своего наставника во всех мероприятиях. Быть, уметь всегда помочь, скажем так, да, проявлять инициативу. То есть самому спрашивать, а давайте вот это проведем, а давайте вот это сделаем, а как я могу вот это сделать, да. А давайте я вебинар проведу на этой неделе, а давайте мы вот такое мероприятие замутим. То есть это все зависит от нас. Что мы сами предложим, то мы и будем делать, да. Сразу научиться принимать ответственность на себя, потому что, я не знаю, обращали вы внимание или нет, но вот я на сайте Арифлэйм как-то обратила внимание. Там есть такой раздел «Мой бизнес». Там не написано «Твой бизнес», да, «Ваш бизнес». Там написано «Мой бизнес». Это «Мой бизнес». Ни Наталья Васильева, ни Эдуарда Васильева, да, никого другого. Это «Мой бизнес». И от того, каким он будет, то, каким он будет, зависит от меня. Если я хочу, чтобы он был развивающимся, динамичным, это зависит от меня. Если я думаю, что он такой еле-еле, да, ни шатки, ни валки, то он таким и будет. То есть как вы будете думать, так, таким он будет. Вот. И вот здесь по поводу навыка работы в команде. Может быть, видели, да, или знаете, как люди ходят в горы. Вот как спортсмены, горники ходят в горы. Они ходят в связках. То есть первый человек связан со вторым, второй человек связан с третьим, третий с четвертым и так далее. И они поднимаются в горы, в связки, да, связанные друг с другом. Для чего? Для того, чтобы, если вдруг первый сорвался, то второй, третий, четвертый его удержали. Если вдруг сорвался третий, да, то второй, четвертый его удержали. А первый тоже помогает. Понимаете? Бизнес, Арифлейм, это тоже работа в связке. То есть каждый из нас это отдельное звено, но мы все работаем в одной команде. И если мы вот работаем, да, вот в такой плотной связке и работаем с позицией помочь друг другу, то обязательно будет рост. Вот постарайтесь сделать так, чтобы не быть вот этим болтающимся звеном, да, между двумя цепями. То есть кто-то там решил сначала развивать бизнес, а потом сказал, ой, что-то я теперь не хочу, устал, там, да, темп не усваиваю, там, слишком быстро вы все делаете. И вот и он теперь болтается. Вроде и хочет, вроде и не хочет. Вот не будьте таким болтающимся звеном, который и впереди стоящих тянет вниз, да, и следом идущих тоже не дает расти. То есть будьте сами теми людьми, которые тянут всех вверх. Вот, работайте в связке со своими наставниками и со своими ниже стоящими лидерами. Идем дальше. Следующий навык – это навык позитивного мышления. Ну, тут вообще даже говорить не о чем, да, если он есть этот навык, то вам вообще по жизни будет легче. Показывать только позитивные эмоции. Мы уже часто говорили, что весь негатив мы оставляем наставнику, весь негатив мы оставляем за дверью, да, в чатах у нас только позитив. Когда мы говорим со своими новыми партнерами, у нас только позитив. Вообще неважно, новые, не новые партнеры. У нас только позитив. Потому что вот на что мы фокусируемся, то туда мы и попадаем. Если кто-то из людей думает, что весь мир, ну, грубо говоря, говно, то для него таким и будет весь мир. Если кто-то думает, что мир прекрасен и люди все добрые, то этому человеку такие люди и будут попадаться. Вот верите вы в это или нет, но так оно и есть. Как вы реагируете на мир, таким он и будет. И потом, да, вот эта фраза «размер личности» определяется размером проблемы, на которую он остро реагирует. Не пришло в заказе мыло. На складе нет мыла. Все для кого-то это катастрофа. На складе нет мыла. Как такое может быть? Для другого человека, да, на складе нет мыла. Окей, мы его заменим другим. Тебе какое нравится, малиновое или клубничное? Ну, там, например, да? Давай закажем вот это. Все. То есть, понимаете, на что вы бурно реагируете? На какую проблему, да, на какую трудность? Если у вас такая трудность, как нет мыла, отсутствие продукции, выбивает из кольи, а какой бизнес у вас будет? Если вы спокойно ко всему относитесь и из любой ситуации можете найти решение, вот такой бизнес у вас будет, да? Понимаете, здесь все зависит от вас. Ну и навык позитивного мышления, он очень хорошо помогает и в семейной жизни, и в общении с детьми, да? Это я уже как-то и на себе пробовала, и вы наверняка это уже пробовали. Поэтому, что вы отправляете от себя, то вы и получаете обратно. Это вот как исходящие, входящие потоки, да? Если от вас исходит позитив, то этот позитив когда-то от чего-то отталкивается, да, и возвращается обратно. Ну это вот как луч, света, там, да, звук. Они же возвращаются обратно, если с физики смотреть. То же самое и здесь. Если вы отправляете позитив, вы обратно получаете позитив. Если вы отправляете от себя негатив, то вы обратно получаете негатив. Что вы хотите получить, то и отправляйте в окружающую среду. Дальше следующее. Навык постановки цели. Это умение, да, рассчитывать, планировать свой день, свой месяц, свой каталог, свой год. Вот это то, чему нужно научиться. Для меня это тоже тяжело дается. Вот это, ну как бы, да, это тот момент, где меня никто этому не учил, и я, ну, я понимаю, что мне этому нужно научиться. Ну и в то же самое время я понимаю, если я этому научусь, то мне и работать, и расти будет легче. Научитесь планировать и придерживаться своего плана, да, выполнять. Одно дело запланировать, а другое дело еще и выполнить то, что запланировано. Вот, поэтому учимся планировать, начиная со своего дня, каталога, полгода, год, да, что мы хотим увидеть через каталог, через три каталога, через шесть каталогов, там, двенадцать, семнадцать каталогов и так далее. То есть, а для этого вам помогут, да, инструменты, вот здесь прям выделены, список желаний, что вы хотите, что вы хотите получить за этот год, что вы хотите получить вообще по жизни, да, какие у вас цели, задачи, то есть список желаний, ежедневник, ну и планер, да, то есть плаварь, ежедневник, в принципе, кто как привык. Дальше. Ну и вот, теперь смотрите, да, вы можете примерно для себя, вот потом даже срисовать и для себя оценить по десятибальной шкале, на каком уровне у вас тот или иной навык. Навык приглашения на каком уровне. Навык проведения встреч на каком уровне, да, проведение встреч, это личные встречи, телефонные звонки, скайп-встречи, да, с предложением о проекте. Дальше, навык работы с каталогом на каком уровне. Велнос-навык, самообразование, да, вот эти вот все навыки на каком уровне находятся. И посмотрите, какая фигура получится. Вот по сути, ну как бы, да, идеал, конечно, это круг, там все по десяточке и так далее. Но, наверное, мало таких людей, у которых все по десяточке, но тем не менее, мы же можем приблизиться к этому. То есть мы же можем развить каждый навык таким образом, чтобы у нас получилась фигура, похожая на круг, да, на колесо, чтобы мы могли спокойно дальше катиться. Потому что как только мы разобьем навыки, лидерские навыки лидера для себя, у нас уже следующее, да, как только вы пригласили в команду одного, двоих людей, вы уже становитесь лидером для других. Поскольку у вас уже есть команда, у вас уже есть люди, а там уже другие навыки нужно развивать. Потому что работать с людьми – это уже другие навыки. И вот эти восемь навыков нужно максимально быстро развить на начальном этапе и постоянно-постоянно формировать, да, и вот таким образом. И тогда вам легче будет уже работать со своими людьми и объяснять им, как это делать. Итак, ну и в конце я вам хочу просто рассказать историю, которую вы, может быть, слышали, да, но тем не менее. На фотографии здесь моя дочь Аня. И во втором классе, да, ей было восемь лет, во втором классе мы попали к тренеру, и тренер, вернее, как, случайно увидели на улице знакомого тренера, и тренер сказал, хочешь, через три года станет чемпионкой России. Это был вопрос ко мне. Ну, я вообще даже как-то так не поняла, да, как это так, через три года чемпионкой России, я говорю, не знаю. Ну, все, говорю, тогда приходите на тренировку туда-то, туда-то, тогда-то, тогда-то. Окей. И вот она стала ходить на тренировки, она не пропускала ни одной тренировки. То есть цель ей поставил тренер, видите, да, через три года стать чемпионкой России. И однажды зимой я наблюдала, ну, первые два года я ходила с ней на тренировки, и однажды зимой я наблюдала на тренировке за тем, как они бегают. То есть это была зима, настоящая снежная зима, какая может быть у нас в средней полосе, да. Дальше сугробы там по колено, по пояс, где как. Дети готовились к соревнованиям в Геленджике, в горной местности, и у них была горная тренировка, ну, это ображенная тренировка, скажем так, да. То есть они поднимались вверх-вниз, по пересеченной местности бегали, по снегу, рыхлому, мягкому снегу. Кто вот бегал когда-нибудь по рыхлому, мягкому снегу, понимает, насколько это физически тяжело, потому что ноги тонут в снегу. Восьмилетний ребенок, и она не одна, целая команда такая, я стою на них и смотрю и думаю, на улице зима, февраль, снег рыхлый, да, то есть, ну, некомфортно бегать, нужно бегать вверх-вниз, тяжело, а они бегают, и они бегают час. В течение часа у них вот шла вот такая, ну, беговая тренировка. И я думаю, вот некоторые дети сейчас дома сидят, там телевизор смотрят, да, компьютер играет, и еще что-то, а они бегают. Почему? Потому что есть цель. То есть, им поставили цель, тренер поставил, чемпионкой России стать. Потому что 8 лет ребенок, как бы, да, сам мало, когда умеет ставить цели. И что в итоге? В итоге, потом, после тренировки, я у нее спрашиваю, у Ани. Ань, говорю, бывает такое, что не хочется бегать? Она говорит, бывает. Я говорю, и что делаешь? Она говорит, дальше бегу. Не хочется, но дальше бегу. И вот эта вот фраза, дальше бегу, я ее часто сама себе говорю. Иногда не хочется, не получается, но я дальше делаю, потому что я знаю, для чего. Есть цель. Сейчас Аня, да, чемпионка России, она живет в Питере, тренируется в Питере, да, уже как-то вот все это налажено. Но тогда, в 8 лет, когда ребенок только пришел, говорить о чемпионстве, да, было тяжело, потому что она и бегала-то вообще, самая слабая в классе была. Понимаете, если есть цель, то любой человек будет делать все, чтобы ее, чтобы достигнуть этой цели. Найдите для себя цель, которая будет вас мотивировать и двигать. Для чего? Это может быть чисто такая амбициозная цель, доказать всем, да, это может быть цель, там, купить квартиру. Неважно. Найдите и бегите дальше вместе в команде. На сегодня я завершаю. Для вас будет такое задание. Ну вот примерно, да, нарисуйте для себя колесо навыков и прикиньте, на каком, какой навык вам нужно больше всего развивать на начальном этапе, как лидера для себя. Вот именно работа над самим собой, да, что нужно развивать, но нам уже нужно говорить уже о лидерстве над другими, да, потому что есть команда, есть новые люди у вас. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Ну и сегодня я вас в 21.00 приглашаю на вебинар, будут делиться опытом новые старшие менеджеры. Подключайтесь, смотрите, слушайте, изучайте. Все, всего хорошего, до свидания.